Моя столица Моя столица Моя столица Моя столица Итак, дорогие друзья, сегодня у нас, можно сказать, предпраздничный выпуск В преддверии, так сказать, 8 марта Ну и гость у нас соответствующий У нас в гостях Хабаркова Светлана Аюшеевна Член Координационного Совета Общероссийской Общественной Организации Национальная Родительская Ассоциация Социальной Поддержки Семьи и Защита Семейных Ценностей Вот как Здравствуйте, Светлана Аюшеевна Я вот прямо сейчас увидел, как Лейла с трудом смогла выразить название данной организации Ну, вообще, Светлана Аюшеевна у нас человек разносторонний Я думаю, многие в нашем городе знают По общественной деятельности Кое в чем даже в политической деятельности и так далее Но все-таки давайте поговорим об этой самой Национальной Родительской Ассоциации Что это за организация? Чем же занимается? Чем она выдающаяся, помимо длинного названия? Уважаемые друзья, ну, во-первых, я хочу показать логотип Вот видите, Национальная Родительская Ассоциация Поэтому наша организация звучит как НРА Эта ассоциация была создана в 2013 году И хочу сказать, что при создании этой ассоциации Сам президент Владимир Владимирович Путин обратился и сказал Считаю создание Национальной Родительской Ассоциации важной и востребованной инициативой Семья – это основа основ И чем больше семей живут в гармонии и согласии, тем гуманнее, нравственнее и сильнее наше общество Это он сильно сказал, не похоришься Да, само слово ассоциации, это уже говорит о том, что это объединение многих организаций Просто родители Мы можем с Сем-Тевиком войти в эту ассоциацию Объединиться И главный девиз нашей ассоциации – это Вместе, но не вместо Поддержать семью Я так полагаю, надо быть как минимум родителем, видимо Обязательно Поддержать родителей И только что прошел второй съезд в феврале, вот с 16-го по 18-е И второй съезд принимал Совет Федерации Мы удостоены большой чести, Валентина Ивановна Матвиенко Мы были в самом зале заседания сенаторов Где два часа имели беседу на тему Как поддержать сегодня российскую семью Как развивать многоколенную семью И вообще, что родители все-таки несут ответ за семью прежде всего сами Ну а задача общества, государства – поддержать Окей, и что порешили? Как поддержать? Ну вот Валентина Ивановна Матвиенко сказала о том, что к июню 2015 года будет принят новый семейный кодекс Вообще это очень важно, уже назрели изменения На самом деле сегодня, вот там было очень много секций И одна из секций говорила о том, все-таки как сегодня семью, как ни странно, но защищать от органов опеки Мы с вами знаем, к сожалению, немало случаев по России И иногда и у нас бывают такие перекосы, когда органы опеки не всегда на стороне семьи Как сделать так, чтобы семья сегодня, вот в условиях, как говорим, кризиса была экономически устойчива И, конечно, чтобы не перекладывалась родительская ответственность за воспитание своих детей Ну а для этого, конечно, нужно образование родителей Мы сегодня понимаем, что родителями стали те, например, Борис, как вы, которые попали в 90-е годы Еще не научились быть родителями, то есть родительству надо обучать Ну я-то родителям стал не так давно И уже подготовлены родители Значит, вот тебе более надо вступать в нашу ассоциацию И с помощью ТВ-кома будем с вами пропагандировать семейные ценности и обучать родителей Например, организуем родительский университет Почему бы нет? Программа Городской канал Ну вообще, им бы там в Совете Федерации еще неплохо бы экономику в хорошем сцене держать Сразу была бы поддержка Речь сегодня идет о том, чтобы наконец-то оплатить декрет отпуска до трех лет по уходу за ребенком Это очень важно Буквально на днях меня порадовал, что наш республиканский парламент хочет все-таки увеличить размер родительского вознаграждения нашим приемным семьям и опекунам Это очень важно Сегодня все-таки 4 тысячи это очень малое пособие на детей А правда, что вот наше правительство российское, включая президента, решило порадовать всех россиян и отменить родительский капитал? Материнский капитал Ну, этот вопрос, конечно, проговаривается на высшем эшелоне власти Ну, чтобы поддержать, так сказать Но пока все-таки по 16-й год Не продлевает Они будут продлевать это дело или нет? Ну, вообще, учитывая нашу ситуацию, конечно, речь идет о том, чтобы возможно оставить, но определить категорию родителей, которые будут этот капитал получать Так кто же, интересно, будет определять-то, интересно? Может быть, Национальная родительская ассоциация? Кстати говоря, Национальная родительская ассоциация подала инициативу, чтобы все-таки продлить материнский капитал И голос НРА во всем слышен Вот все принимаем последние законы в области образования, дополнительного концепции семейного кодекса То голос НРА слышен и подаются наши инициативы То есть НРА все-таки влияет, да, в любом случае? Да Имеет влияние А чем же НРА занимается у нас в Бурятии? У нас ответ секретарем НРА является один достаточно интересный молодой человек, который имеет прямое отношение к воспитанию детей Возглавляет сеть частных садов Сегодня же мы говорим о том, что государство не может в полном объеме обеспечить дошкольными местами Базаржапов Юрий Владимирович Вот мы поняли, что нам надо буквально мы на днях после праздников Пойдем к господину Матханову, пойдем к Быковой Минсоцзащиты, пойдем к Алдару Валерьевичу говорить о том, что все-таки нужно активно поддерживать наши НРА В НРА есть очень интересные российские конкурсы и в Бурятии есть большой опыт А в Бурятии они не проводятся? В Бурятии эти российские конкурсы не проводятся, у нас есть свои аналоги и хотелось бы, чтобы мы тоже поделились на российском уровне своим опытом работы поддержки семьи и семейных ценностей Все-таки мы говорим о многоукладной семье, у нас интересные традиции семейного воспитания у семейских, у бурят И в общем-то нам тоже есть чем поделиться на российском уровне Ну поскольку у нас предпраздничный, посвященный 8 марта сегодня выпуск, и горячий сюжет у нас будет соответствующий Называется он «Сердце красавицы, склонны к измене» в исполнении Намсарая Намсараева Давайте посмотрим В региональном представительстве ЛДПР, комментируя выход из партии и отставку, исполняющий обязанности координатора Улан-Уденского подразделения, отрицает какой-либо конфликт Решение Ксении объясняет правом гражданина на политическое самоопределение В связи с чем, пока не ясно, она интервью не давала, нам объективно тоже не сказала, по какой причине она вышла, написала заявление о выходе из партии Конфликтов у нас никаких не было То есть это и не буря в стакане, и выход из партии самой юной активистки не является знаковым событием, отмечает в Республиканском координационном совете Сама Ксения Плеханова в интервью нашему телеканалу так и не приоткрыла завесу тайны Из партии я вышла добровольно, по собственному желанию, поэтому я считаю, что на данный момент в своей жизни это будет правильно Какие планы? Планы в ближайшее время заняться именно общественной деятельностью, то есть усиливать работу, продолжать работу, которую я начинала Своё видение ситуации нам пояснил первый заместитель Владимира Жириновского в парламенте Ничего страшного, корабль ЛДПР пойдёт дальше, ничего не потеряет У нас здесь несколько тысяч членов партии и, естественно, большая когорта молодых подрастающих активистов Известно, что сердце красавиц склонно к измене и в политике Роковые красавицы всегда оставляют яркий след, нередко изменяя одной партии, примыкая к другой В ближайшее время в Улан-Удэ будет проведена внеочередная конференция отделения ЛДПР Там и будет назначен координатор партии в регионе По вашему мнению, не рановато ли в политику Ксения подалась? И вот уже, так сказать, покинула? Я просто думаю, это, наверное, даже следовало ожидать в какой-то мере Потому что для такого большого политического ранга портфеля, скажем, возраст был действительно маловат Спина еще не окрепала, потому что все равно требуется в любом случае и жизненный опыт нужен, да? Гражданская зрелость, гражданская позиция и даже в целом, скажем, и общеинтеллектуальный уровень Все-таки она еще только была студенткой первого курса Я думаю, ей вот это было... Ну, здесь вы ошибаетесь, студенткой второго курса Ну, это меньше второго курса, а приняла на пост, будучи студенткой первого курса Ну, это, наверное, в какой-то степени, возможно, была дань моде К такой большой общественной работе, конечно, надо созреть Поэтому мне хочется, чтобы Ксении, конечно, наверное, это было нелегкое решение Самое принятие-то, здесь она проявила мужество Вовремя оценила, что не по плечу и приняла правильное решение Это тоже достойно признания и уважения Но со временем, может, поднаберется опыта и в дальнейшем еще не раз услышим Просто я думаю, что мы еще увидим и в женском движении, как она себя проявит еще Желаем успехов, Ксения Кто знает, может, скоро она станет одним из членов НРА А почему бы и нет? Всех родителей активных неравнодушно приглашаем к сотрудничеству Да, но ведь это же на самом деле большая все-таки ответственность быть родителем И вот по этому поводу давайте, наверное, порассуждаем Вот вы также еще состоите в организации под названием Консультативный совет женщин Что это, чем занимается и так далее Что там происходит? Вообще, я хочу сказать, наш консультативный совет женщин в премьере города Уланды Был создан в 99-м году Даже, скажем, чуть раньше, чем при президенте нашей республики Ныне главы республики Это общественный орган, который состоит примерно порядка 30 нас женщин было Сегодня органу 16 лет У нас, наверное, человек 5 осталось из первого состава Жизнь идет, состав меняется Но вот это такой орган, который, скажем так, как женщина-мать Если в политике у нас большие чины идут мужчинам отданы И кресло занимает мужчина То женщина сегодня имеет место быть не только на кухне И постирать, скажем, белье Но и выразить свое мнение как мать, как женщина Поэтому, наверное, отцы города создали этот орган в свое время И всегда прислушившись к нашему мнению Вот я хочу сказать, благодаря нашей инициативе в свое время было много сделано по воспитанию девочек Сегодня мы говорим, надо или не надо говорить о семейной этике Значит, по нашей инициативе был создан Введена должность акушера-гинеколога детского при комитете здравоохранения И сегодня Нечунаева возглавляет городской центр здоровья И продолжает активно трудиться в этом направлении А вот это вот акушер-гинеколог детский, это что такое? Это как правильно вам, родителям, воспитать девочку Сохранить ее здоровье И, как это говорит, спиртильный возраст Когда девочка, переходя в роль женщины Может рожать здоровых, крепких детей А вот для этого он и нужен, да, получается? Да, для этого он и нужен Ну, вообще, организация очень интересная, я вам скажу Вот этот консультативный сайт женщин Такое ощущение, что отцы и основатели, так сказать Жне отцы, мы так подумаем Ну, должен же где-то, где-то должны же, вот пускай там Ну, а сейчас, дорогие друзья, мы посмотрим нашу рубрику Психологический совет, которая будет посвящена Очень такой деликатной теме Александр Борисович, здравствуйте Сегодня мы поговорим о кризисе в браке Первые годы жизни Совместные могут, конечно, протекать Весьма безоблачно Но существует такое понятие, как кризис в браке Действительно ли он существует? Да, это действительно есть такое понятие Ну, семья, как любой организм, она развивается Она достигает какого-то пика своего Затем в дальнейший момент наступает именно кризис А куда двигаться дальше? Есть даже такое понятие, как нормативный кризис в браке Это различные периоды жизни Появление ребенка, затем его пубертат, 14-летний возраст Затем тот период, когда ребенок уходит из дома Родители и постаревшие родители, супруги, остаются снова наедине друг с другом Это так называемый нормативный кризис Но это нормально, это хорошо, это не должно пугать людей Это развитие семьи Разговор о том, как это переживается Насколько остро, насколько люди становятся взрослыми Чтобы вместе, совместно преодолеть этот момент Выработать новые правила Новые свои какие-то установки Посмотреть, как они дальше могут жить в изменившейся ситуации И продолжать дальше счастливо вместе находиться Ну а все-таки, какие существуют методики преодоления напряженности между партнерами? Ну, здесь твердых методик, как всегда, нет Ну, что здесь можно посоветовать? Если в первый момент, допустим, лодка разбилась об ду Ну, вспомните ту самую девочку Или того самого юношу Вспомните черты, которые вас привлекли Они же в нем остались Достаньте старые фотографии, посмотрите Вспомните, посмотрите в глаза друг друга И, возможно, это поможет вам восстановить те отношения Которые были утеряны в серых буднях Второй момент Когда так называемая разобщенность супругов происходит Здесь необходимо поговорить о чувствах Что вы чувствуете, когда вы увидите ту или иную ситуацию? Вот у нас непривычно говорить Начинается момент обвинения Ты плохой, нет, ты плохая Ты косой, нет, ты косая А здесь важно сказать, как я себя чувствую в тот момент, когда ты это проявляешь Как я разочарован Или, наоборот, вдохновлен твоим поступком Возможно, это поможет вашему супругу по-новому взглянуть на эту ситуацию Без обиды, рационально Ну, иллюзия от жизни, которая была построена Та фантазия семейной жизни, которая была вначале И вдруг реальность не совпадает Надо посмотреть, а насколько вы взрослый человек Насколько те требования, которые вы к браку предъявили Были реальны И что вы хотите получить от человека? Любой человек, он имеет право на ошибки Он живой, он со своими убеждениями И поэтому может просто принять его такой, как он есть Посмотреть, кто есть рядом Вот примерно такие бы рекомендации я бы мог дать нашим семейным парам Александр Борисович, спасибо большое за интересную беседу До новых встреч До свидания Светлана Юшевна, ну вот дела семейные Ну, мне кажется, в любой семье бывают какие-то конфликты А как вы справляетесь с ними? Или какой совет вы могли бы дать? Да, совет Ну, есть очень хорошая поговорка Утро вечера мудренее Наверное, не надо спешить Сразу же принимать решение Я вообще-то сама человек по молодости была очень горячая Ну, это процесс самовоспитания Я думаю, что сейчас я научилась быть терпеливой, сдержанной И когда-то давно я прочитала мудрый совет Екатерины Второй Которая сказала Дабы не наговорить глупостей Наберите в рот стакан воды И не глотайте ее до тех пор, пока не остынете Я думаю, что это мне потом помогало вообще-то по жизни Я думаю, этот способ мог бы очень многим политикам помочь В том числе и в нашей республике Ну и я еще хочу сказать Не надо обижаться прямо неделями не разговаривать Это очень тяжело Это напрягает всю семью Не только взаимоотношения взрослых, но и на детях сказывается Поэтому лучше сразу сказать Ты знаешь, вот это мне не нравится Давай как-то мы с тобой это поправим Мне кажется, это честно и правильно И да, разговор И надо доверять друг другу Тогда, мне кажется, в семье есть мир и лад И понимание, и любовь Итак, дорогие друзья, не переключайтесь Потому что сразу после рекламы Мы продолжим со Светланой Евшеевной Разговаривать о нашем любимом городе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!